Охраняет место, где хранятся подписи, круглосуточная партийная наша охрана, дружина. Меняются каждые пять часов. Другие коммунисты им подвозят еду, потому что мы знаем. Вот Бабурин плачет. У него, помните, как в 95-м году все украли, все подписи? У меня ничего не украдут, потому что я знаю, как охранять. Поэтому под надежной охраной, ну, кому надо, я знаю, где лежат. Вот, и коммунисты, многие даже дома, некоторые спят даже, подписи кладут под подушку, потому что могут украсть конкуренты. Вот эти вот Рада там тоже, ну, видно, что нервная женщина, ну и так далее. Да, некоторым олигархам придется доплатить, что они не доплатили в 90-е годы. Я знаю, что он трепетно относится ко всем вот этим нападкам на охоту, охотников. И он включил в свою программу о своей партии защиту традиционных культурных ценностей, сфер народного хозяйства, коим является охота. Скажите, пожалуйста, являетесь ли вы оппозицией Владимиру Путину? Я являюсь оппозицией либеральной клики, которая сегодня вокруг Путина до сих пор существует. Поэтому мой основной лозунг – вернуть власть народу от олигархических кланов, которые с 90-х годов считают, что все у них под контроль. Я приветствую и конституционную реформу 2020 года, где восстановили традиционные духовно-нравственные ценности и, конечно, защиту русского мира в специальной военной операции. Один из первых моих указов, как президента, восстановление памятника Дзержинскому на Убянской площади. И пусть Киркоров уезжает. Не нравится? Пусть уезжает. Дзержинский будет стоять. Это я уж вам обещаю. Просто готов за свои обещания. Ну, я всегда, вы знаете, отвечаю. Будет стоять. Причем мы как сделаем? Как только меня избирают, я собираю старых чекистов, с ними едем в музеон, он, по-моему, там находится. Ночью вскрываем все, изымаем памятник Дзержинскому и ночью ставим его. Утром люди просыпаются, Дзержинский стоит. Я как кандидат поддерживаю внешнюю и оборонную политику Владимира Путина по внутренним вопросам. Ну, конечно, мы смотрим по-разному. Я коммунист, а Владимир Владимирович это большой патриот России, но все-таки он не коммунист. Поэтому, конечно, вы видите, мы красные, но Владимир Владимирович это наш традиционный патриот российский. Это все-таки другие взгляды на жизнь. Поэтому сейчас нет поста номер один в Мавзолее Ленина. Ну, вот про Дзержинского я вам сказал. А второй указ о том, чтобы восстановить пост в Мавзолее Ленина. Вы знаете, вот недавно шпажист убежал. Вот это бедная фамилия. Не один. Ну, я считаю, это самый отъявленный негодяй. Вот я ему недавно отправил портрет господина Троцкого. А если буду иметь полномочия, как президент, уже ему пойдут совсем другие посуды. Это я тоже могу обещать. Таких негодяев, которые предают Родину в трудный момент, их нечего жалеть. Их нечего, понимаете, о них там писать, что мы их осуждаем. С ними надо по-сталински обходиться. Более детально я не буду.